Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами готовим капусту по-корейски на зиму. Просто, быстро и вкусно! Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Я подробно вам расскажу рецепт приготовления капусты по-корейски на зиму. Многие готовят капусту путём соления, путём квашения, салатным путём. Различными рагу запасают капусту. Сегодня у нас рецепт капуста по-корейски. Закуска эта очень вкусная, она пикантная, острая. И зимой, если вы захотите чего-то такого остренького, вы в любой момент сможете открыть баночку и с удовольствием полакомиться. Для нашего рецепта нам понадобится морковь, парочку вот таких замечательных перцев, несколько зубчиков чеснока. В частности, я вот взяла три больших зубчика. Головка репчатого лука, острый перец, сахар, соль, растительное масло и уксусная кислота вот такая концентрированная 70%. И, конечно же, сама капуста. Если мы заготавливаем капусту на зиму, безусловно, мы должны брать более поздние сорта капусты, которая хорошо сохраняется в избежании таких вот неприятностей, чтобы она у нас не стала мягкой. Или, как многие говорят, чтобы она там не взорвалась, не дай бог. Так, капусту мы обязательно очищаем от верхних листьев. Вот такие грязные листья мы убираем. Также мы срезаем вот эту грязную кочерыжку. Ну, вот такие вот грязные элементы, которые вот не стоит снимать весь лист. Но они бывают, что присутствуют такие вкрапления небольшие на капусте. Я вроде бы все удалила. Капусту нам нужно будет очень тонко пошинковать. Для удачной шинковки капусты можете взять любое приспособление, если вы его имеете. Я буду шинковать капусту вот таким тяжелым ножом. Я как бы люблю, когда капуста нарезана руками. Салатов из капусты мы готовим достаточно много. И это один из любимых наших вот салатов. Капусту я делю на такие части, чтобы мне было очень удобно ее шинковать. Удобно капусту разделить на 4 части. При шинковке она лучше шинкуется, более удобно. Ну вот капуста такая плотная, прям зимний сорт, 100%. Так, и я начинаю ее шинковать. Шинкую тоненько, по-салатному. Примерно на наш рецепт нам понадобится 1 кг, 1 кг 100 капусты. Натираю морковь на корейской терочке. Безусловно, рецептов достаточно много, как приготовить капусту по-корейски на зиму. У нас рецепт достаточно простой и очень-очень удачный. Морковь я выкладываю к капусте. Также сюда я режу острый перец. Вот корейская кухня, это, конечно, специфическая острота. Острота, которая сочетается очень хорошо с овощами. Безусловно, это всегда большое количество овощей. Острый перец, семена я не нарезаю. Беру только часть, наверное, половину от нашего стручка. Перец я выкладываю к моркови и к капусте. Добавляю пол чайной ложки черного перца. Если любите, то можно и побольше добавить. Вот у нас ложечка столовая, но я так вот зрительно добавляю чуть больше половины чайной ложки черного перца. Также добавляю 5 столовых ложек сахара. Сахар я добавляю без горки. Раз, два, три, четыре, пять. Безусловно, салатики корейские любят многие, любят все. И в них прекрасное сочетание остроты и вот такой, как сказать, пеканности. Что здесь всегда мера соли. Соли вот на такую большую пропорцию я добавляю всего 2 столовых ложечки без горки. Не забываем, соль у нас идет специально для засолки. Она вот такая поваренная, чтобы, не дай бог, у нас с банками с нашими ничего не случилось. Добавила 2 столовых ложки соли и добавляю теперь уксус. Уксус я уже говорила и еще раз повторю, чтобы вот не было лишних вопросов. Мы добавляем 70-процентный, добавляем полторы столовых ложки. Рассказываю подробно, потому что вот многие-многие задают потом вопросы. Вроде бы все оговариваем, но все равно вопросики есть. Так, аккуратненько добавляю ложечка и еще половинку. Вот так вот. И сейчас нам нужно будет как следует все перемешать. Так перемешать, чтобы вот наша капуста дала сок. Очень поры выделяются уксуса. Прямо достаточно очень сильно пахнет. Так, немножко в сторонку беру. Дала сок капусточка, чтобы вот она у нас хорошенько все ингредиенты, соль, перец, все перемешалось. Болгарский перец, конечно, он безумно ароматный, он вкусный, он красивый, он прекрасное дополнение в наш салат. Великолепный. Удаляем семена и нарезаем его тоненькой соломкой. Вот так вот удобненько я нарезаю. В корейской кухне вот буквально все салаты, которые присутствуют в ней, и морковь там, свекла, многие-многие, которые идут с мясом, с рыбой, с курицей. Практически везде есть паприка, есть красный перец. Я считаю это правильно. Безумный аромат и большое количество витаминов содержится в таких салатах. Я нарезаю. И выкладываю вот к капусте и к моркови. Лук я порезала полукольцами. Если головка слишком крупная, можно ее разделить, вот так разрезать пополам. Значит, на сковородку примерно я вливаю 6-7 столовых ложек растительного масла. Ну, вот такой вот рецепт. И наш лук мы должны не зажарить. Мы должны его как бы ввести в масло, чтобы у нас масло было со вкусом лука. Чтобы лук передал все свои вот такие вкусности, все свои ароматы маслу. Чтобы у нас масло было более насыщенным. Поэтому мы его сильно зажаривать не будем. И вот немножечко вот припустим. Лук наш готовился до полупрозрачности. И я выжимаю чеснок. Чеснока на нашу пропорцию идет не как обычно. Идет порция небольшая. Всего 3 зубчика чеснока. Ну, вот я считаю, что этого достаточно. Если любите побольше чесночка, то, пожалуйста, можете на зубочек и побольше положить. Плиту я выключаю. И даю настояться вот нашему чесночку вместе с луком. Прекрасный пошел аромат. Буквально 4-5 минуточек. Вот, чтобы остыло. И чтобы вот чесночок отдал свой аромат. Выкладываю нашу заправку к овощам. Заправка очень ароматная. Вот, понимаешь, весь секрет корейской кухни. Конечно же, безусловно, заправка это неотъемлемая ее часть. Я выкладываю прямо ее горячую. И как следует перемешиваю. Салат или капуста по-корейски. Получается достаточно красивой и очень-очень ароматной. В таком виде мы сейчас ее будем раскладывать по баночкам. Баночки, конечно же, мы обязательно стерилизуем. Стерилизуем их в духовке при температуре 50-100 градусов. Ну, примерно, если 50 градусов, ставьте, то минут 30. Если 100, то достаточно 15 минут. И я начинаю раскладывать наш салат по банкам. Так, баночку мы должны наполнить доверху. И должны просто капусту нашу утрамбовать, чтобы она была достаточно плотна. И, как мы видим, чтобы сверху обязательно вот так вот выделялся сок. Вот так вот мы должны плотно с вами уложить капусту. Так, я перехожу к следующей баночке. Совсем чуть не забыла. Крышки стерилизуем также на плите. Если они у вас уже бывшие в употреблении, значит, мы их, как следует, моем. Потом ставим на плиту и кипятим 5 минут. Если у вас крышки новые, в таком случае, так же, как у нас, мы просто заливаем их кипятком, варом. И этого будет достаточно. Крышку я не закручиваю, потому что банки мы сейчас будем стерилизовать. Для правильной стерилизации мы должны взять вот такую емкость. Это была большая кастрюля, в которую мы наливаем обязательно холодную воду. Только холодную. Если мы нальем горячую, то баночки наши могут лопнуть или в кипящую воду. На дно нашей кастрюльки мы обязательно ткань кладем. И я ставлю наши банки. И мы будем смотреть. С момента закипания мы должны их простерилизовать 20 минут. Вот видим, что воды недостаточно, поэтому воду я сейчас обязательно долью. Воду я добавляю по плечико баночки, вот меньшей. Обязательно нужно добавлять в меру, чтобы не было больше и не было меньше. Потому что если вода будет бурлить, то она может попасть в нашу баночку. Ну вот в таком виде мы будем ожидать, когда вода закипит. И еще раз повторюсь, с момента закипания 20 минут мы стерилизуем баночки. Салат мы простерилизовали. И теперь я плотно закрываю крышки. Вот плотно, насколько могу. Этот салат, если вы захотите его увеличить в пропорцию. Вот с килограмма капуст у нас получилось 2 баночки. Если вы желаете увеличить пропорцию, то, конечно, надо увеличить все равномерно, несколько раз. Если вы захотите больше сделать. Я его переворачиваю. В таком виде мы его будем остужать до утра. Я его ставлю под тепло, под пуховик, под одеяло, под шерстяные какие-то пледы, кофты. Я его накрываю и в таком виде мы его остужаем. Пожалуйста, не забывайте, пользуйтесь нашими рецептами. До свидания, до новых встреч. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Найди свой рецепт. До свидания.